Вы обслуживающий ебаный персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы хуёво живёте. Мне мерзко на вас смотреть, мне жалко на вас смотреть. Вы нищие уёбища, которые никогда в своей жизни ничего не поменяют. С этими мужчинами спать нельзя. Вообще, в принципе. С этим вдвоём это извращение. Преподадим Тодальту Трампу ценный урок. Ты меня извиняла? У меня была абуляция. Ты не знаешь женщин. Ты не выразильный женщин. Моё тело, я просто слушала своё тело. Мы так просто создано. Во мне есть химические штучки, где я должна размножаться. Я просто слушала своё тело, понимаешь? О чём ты говоришь? Значит, обвиняешь науку в этом. Я, я ничего не контролировала. Ладно, тебе не нужно было идти с ним домой. Ты очевидно не понимаешь, что значит быть женщиной. Моё тело химически построено так, что я должна была размножаться. Я просто послушала своё тело, когда у меня была авуляция. Ладно, хорошо, я тоже тебе изменял. Ты знаешь всё? Тогда я тоже тебе изменял. Какого хрения? Клянусь богом, если у меня был бы парень, я бы ни разу о нём не написала. Я буду скрывать тебя до самой смерти, потому что я не хочу делиться тем, что у меня есть парень. Потому что я хочу посмотреть ещё, если у меня другие варианты. Я знаю, что это токсично и ужасно, но нужно продолжать двигаться дальше. Сколько у тебя было партнёров? Ха-ха-ха, двадцать. Двадцать. Доказай эту заметки. А? Я просто это покажу на камеру. Ха-ха-ха-ха. Это список. Ну вы сами всё видите. Улица по ней плачут. Ладно. Так что я ни о чём не жалею. Мы все веселились. Мы все ловили кайф. Как думаешь, сколько было? Должно быть не меньше шестидесяти. Шестьдесят? Ха-ха-ха. Как хочешь? У неё шестьдесят, прикинь. У меня больше. У-у-у-у. Не-а-а. Мы считаем работу или нет? Потому что я делаю это для работы. Ладно. Да, так что считать работу я не знаю. Господь помилуй нас. Ха. Из учёта работы тут девяносто восемь. Это не важно, я хочу догнать её, поэтому собираюсь трахнуть другого парня. Я собираюсь выбить из него всё дерьмо. Это правда. Мне всё равно. Послушаем, есть ребёнок. Я была такой, пока у меня не появился ребёнок. Теперь, когда у меня есть ребёнок, я могу быть боссом. Но в глубине души я бы сделала абсолютно всё, чтобы быть дома. И всегда быть со своим ребёнком. Но, к сожалению, я не могу... Перестань вести себя как. Перестань опускать мужскую часть. Потому что если ты можешь сидеть дома с ребёнком, это значит, что у тебя есть мужчина, который его содержит. Именно так. Он прав. И это очень тяжело. Но, к сожалению, поскольку я одна, мне приходится работать, понимаете? Но я бы сделала всё, чтобы иметь мужчину. Это то, о чём я говорил. Дай благословить тебя Бог. Дай благословить тебя Бог за грёбанную правду. Вы бы извинили ради тысячи долларов? Да. Может быть. Да, это же штука. Это много. Это большие деньги. Я могу пойти на грех и потратить эти деньги. Честно говоря, надо пройтись по магазину. Да, за штуку шопинга. Это круто. О, вы бы изменили за сто баксов? Абсолютно нет. А я, наверное, да. Это же сотни баксов. Вы знаете, сколько часов нужно работать? Я бы так и сделала. Недостаточно. Быть в армии хуже, чем быть на OnlyFans. Вау. А? Ты продаёшь своё тело государству. С тобой что-то не так. Между прочим, я много раз изменяла свои жизни. Но я исправилась. Я бы никогда больше так не поступила. Не знаю. Я думаю, что каждый заслуживает разовые измены. Будь то в отношениях или браке. Так что можно с уверенностью сказать, что ты изменишь снова? Не тогда, когда у меня есть кольцо. А как же помолвка? Ты помолвлена как год. Это серая зона. Да, я знаю. Я или новая ламборджини? Ламбо. Что насчёт Хонта Сивит? Какого года? Ну, я 2002-го. Да. Скорее всего, у него меньше пробега, чем у тебя. Сколько у тебя было партнёров? У меня нет точного числа. У меня есть примерное число. Примерно? Наверное, где-то 50 или 60. Ха-ха-ха-ха-ха. Какого чёрнча? Я бы сказал своему парню, сколько у тебя было мужчин. По правде, настоящий мужчина не станет спрашивать у настоящей женщины о количестве её мужчин. Это неважно, если ты хочешь знать, со сколькими мужчинами я спала в прошлом. Значит, это может сделать тебя неуверен на себе. Чёрт, мы снова застряли тут. Это может заставить вас почувствовать, что вас недостаточно. Так что это может заставить вас чувствовать, что вы недостаточно хороши. И это на вашей совести. Если хочешь знать, то спрашивай, но после этого я буду смотреть на тебя по-другому, потому что моё прошлое имеет отношение к тебе и к тому, что нас ждёт будущее. Улицы погиб плачут. Какое самое худшее свидание в твоей жизни? Перед тем, как меня трахнуть, он включил песни с покемона. Он хотел поймать их всех. Вот это настоящий мужик. Она вошла в улице. Что тебя больше всего отталкивает в парнях? Наверное, когда они не ходят качалку. О, правда? Да. Белая мащета. Что ты имеешь в виду? Так что вы предпочитаете в парнях? Реально богатого. Реально чёрного. Ну, ладно тебя. Не имеешь и метра девяносто. Метр девяносто? Да. Много денег, Тём. Яхта и всё такое? Да-да. Ну, всё такое. Чтобы покупал мне модные вещи. Брал мне путешествия. Я потеряла свою семью. Я не общаюсь со своими братьями и сёстрами. Мой отец не хочет быть рядом со мной. Я потеряла всю свою семью. И это... Это отстой. Ты получила то, что заслужила. Нам плевать. Я никогда не видела... Мужчина, который мне нужен, сучка. Вы все заменимы. Никогда не устраиваетесь слишком удобно. И не думайте иначе. Ти гости в этом доме. И вас могут выгнать так же быстро, как и приняли. Серьёзно? Это то, к чему вы пришли? Вы... Не являетесь его отцом. Я же говорил. Вот почему я хотел сделать тест. Вы уверены? Как это возможно? Вы знаете, кто его отец? Она точно знает, кто это. Почему? Вам нужно прийти с мисс Джексон? Боже мой. Конечно же, она будет разыгрывать шерфу. Я уважаю своего мужчину. Я так не делаю. Потому что если я выхожу на улицу, одержившись определённым образом, я знаю, что ищу какого-то внимания, которое мне не нужно. Я предана ему. И только ему. Я так не поступлю. Это то, о чём я говорил. Это что-то значит для меня. Она называет нас друзьями, но я не считаю нас таковыми. А кем вы считаетесь друг другу? Технически я ещё не разобрался, но я тот, кому она звонит, когда ей нужно поплакать. Я пытаюсь. Мы работаем над этим. Только один из нас работает над этим. Так вы, ребята, просто пытаетесь работать над этим. Посмотрим, как всё пойдёт. Я пытаюсь работать над этим. Если бы он дал тебе разрешение переспать с кем угодно в мире, ты бы им воспользовалась? Не. И с кем? Я Кефрин. Джош Боуман. С какой-нибудь знаменитостью. С горяченьким. Ну не отказываться же. Я бы не смогла отказаться. Ладно, а что если было бы всё наоборот? Я знаю, чего стою. Одна ночь с одной знаменитостью не изменит мою сущность. То есть ты не воспользуешься этим? Даже если бы я тебе отделяю бы этот час? Нет. Предполагается, что вы должны доверять тем, кого любите, но иногда они оказываются самыми опасными людьми. Это мелоди Фелисианы Джонсон. На видео она заливает отбеливатель, копиварку своего мужа, служившего в ЭАС. Похоже, ей очень нужны его деньги и подстраховки жизни. Муж заметил, что его кофе имеет странный вкус, и начал своё расследование. Чего тут только нет. Бутылка была опустошена. В конце концов, он передал все улики, и мелоди арестовали за попытку убийства. Так он в злом мире, мы живём. Ты замужем? Да. Вы изменяете своему мужу? Нет, это же Вегас, это Вегас, детка. Мы обе замужем. Вы изменяете своему мужу? Абсолютно нет. Только она? Может быть. Она? Она изменяет своему мужу Вегасе. Вау. Факты. Сколько раз ты изменяла своего мужа Вегасе? Сейчас она тебя склеит. Да, ты горячий парень. Кто ты? Ха-ха-ха. У тебя кольцо на пальце. Я знаю. Он хорош. Слушай, кому нужен мужчина без денег? Никому. Найди мне мужика с деньгами. Улицы по тебе плачут. Если Иисус не может спасти этих шлюх. Зачем ты пытаешься? Я просто тут чирю. Это твой парень? Это мой муж. О, да. Он нет. Мы не можем говорить об этом. У него самый лучший член в мире. А? Не. А за кого ты играешь? Я... Твой муж. Я ни с кем не играю. Улицы все еще плачут. А как насчет той сучки, которую вольнули? Нах ее. Думаешь, меня волнует эта соска? Я не чмошник. Верда? Ну, это не о женщинах. А о чем тогда же? Об этих сучках. Тут есть разница. Мадам Кюри, почему так мало феминисток, которые хотят быть похожи на Мадам Кюри? Моя жена сообщила мне, что хочет развестись. И я ушел, чтобы сохранить мир. И я все еще здесь. Я вернулся на следующий день, и замки уже поменяли. Я прожил на улице около 30 лет. И причиной, по которой я стал бездомным, был нас с женой судьбоносный развод. Ужасный брак, разбитое сердце, и я попал на улице. Я и моя жена разводимся. Семья в один момент хочет, чтобы я остался. Проходит неделя, и снова пора уходить. Так что это очень сложно. Я пережил тяжелый развод. Потерял все, что у меня было. И приехал сюда, чтобы начать все сначала. Я потерял дом, детей, машину из-за жестоких отношений. Разрушенный брак. Отношения? Да.